19 мая в Вахдадской колонии Кирпичная произошли кровавые столкновения между заключенными и администрацией. Об этом сообщает портал Ахбор. Жертвами экзекуции, по данным агентства Рейтер, стало около три десятка заключенных, а по неофициальным данным гораздо больше. Причем, если изначально некоторые СМИ распространили информацию о том, что бунт устроили члены Хизбут-Тахрир, Исламская партия освобождения, то позже Миньюз заявил о том, что конфликт имел место между надзирателями и заключенными, отбывающими наказание за членство в группировке Исламское государство. Уже 20 мая МВД Таджикистана опубликовала список погибших заключенных, причем среди погибших оказались имена заключенных членов ПИВД, партии Исламского возрождения Таджикистана. Стоит отметить, что факт публикации списка погибших и оперативное заявление официальных властей выглядело достаточно неестественно, что навело многих наблюдателей на мысль о неслучайности произошедшего. Напомним, это уже второй инцидент в пенитенциарной системе Таджикистана за последние месяцы. В ноябре прошлого года в Худжанской колонии 3-3 произошел бунт, жертвами которого стали более 50 заключенных. Знакомые ситуации источники отмечали тогда, что имела место провокация со стороны администрации учреждения. Корреспондент Хабархо побеседовал на условиях анонимности с бывшим политзаключенным, который отбывал свой срок в одной из таких колоний Таджикистана и был освобожден в 2018 году. Если же действительно произошел конфликт между заключенными и надзирателями, то скорее это была провокация некоторых безжалостных надзирателей. Общеизвестным является то, что среди надзирателей есть такие личности, которые своим отношением доводят заключенного до самого предела, а это пытки, шизо, унижение чести и достоинства перед всеми и угрозы раскруткой. Все эти нечеловеческие отношения заключенные чувствуют на себе регулярно. Это и могло послужить провокацией, сообщил он.